Девушки отдыхают 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 Чемотан, вокзал, Россия! Чемотан, вокзал, Россия! Чемотан, вокзал, Россия! Чемотан, вокзал, Россия! Обезьяны, прыгайте! Все, тихо! Не можно говорить! Можно орать! Надо читать книги! Мы не поднялись! Вы что, приедут второй? Нет, в страну, я вам объясняю. Но если у вас есть, пригняйте! Слушайте, так не делается. А что они делают? Мне не нравится. А в такой высоте? А зачем вы это заводите-то вообще? Я объясняю, зачем вы это заводите? Это понятно? Нет, ну вот зачем? Это нормальная реакция. Без вас, без ДНР, без Ленина. А что же это? А вы учите их с тобой? В 1880 году по независимому украинскому государству, который это заводите купировал. Выучите историю. Вы со мной извините, сейчас уже выделено в комиссии городского совета, выделены деньги. 8 млн. выделил городской бюджет местными. Подпредприятия города помогают. 1 млн. НКНЗ выделяют на материалы. И заводы, огородности для восстановить объекты коммунальной собственности. Школы и детские сады. А частные квартиры? Частные квартиры, по жилкам собрана информация. Мы полностью знаем, у кого какой ущерб. И будем по мере возможности восстанавливать. Какие у вас есть? Никто ж не готовился к таким событиям. Чтобы там какие-то сейчас руки высовывали. Нет, ну... Наша главная задача вернуть всё в состояние, в котором оно было, до отопительного сезона, до холодового. Что будет город помещать? Квартиры? Собры? У людей есть какая-то собственность пострадал? Вещи потеряли? Вещи будут возмущены? Я же вам сказал, строительные деньги на ремонт и восстановительные процедуры. Именно на ремонт? А если пострадали? Ну извините, ну вот у вас пострадали. Я спрашиваю. Да, то есть ничего этого не планируется. Может, если появится деньги, может быть, из государственного бюджета что-то получится. Какая-то компенсация людям, которые пострадали? Это, конечно, государственная компенсация не заложена на нас. Мы не поднимали дальше. А поднимали ли вы вопрос где-то? Конечно, конечно. И что отмечает? Ну, если вы, как говорите, немножко улучшено, сколько мне известно, уже есть законопроект, который рассматривается сейчас фразой, который будет, ну, рекламентировать какие-то наши действия, возможно, будет подниматься какая-то сумма. Сколько замов и сколько там сдали? Я получил точную цифру. Скажите, пожалуйста, сколько еще людей послезало в городе? Официальной информации нет. 136 каменных о погибшем. В районе, наверное, человек 50. Скажите, все-таки это человеческая жизнь, но почему до сих пор нет точной информации? О погибших? Ну, нет, они не предоставляют. Кто вы представляете? Ну, в больницах, если у меня, в больнице, в моем подчинении, я обладаю точную информацию. Да, конечно. Если вы просто смотрите, вы же заместитель мэра. В таком случае вопрос, сколько людей в вашем городе погибло? На мой вопрос, вот как вы мне его задаете, не ответили компетентно. У меня? Нет, в моем подчинении нет служб, которые это регистрируют. А на мои вопросы... Обращаются ли люди, у которых погибли родственники? По мне нет. У погибших. Пожалуйста, как принималось решение по этому смозу, реставрации памятника? Была комиссия, которая расследовала основу этого памятника. На основании этого было от коммунальной службы, у нас было разрешение на ремонтную работу. Какой политический мотив? Какой политический мотив? Ну, снимать памятник. Я политикой не использую. То есть это как-то связано с тем, что это именно памятник Ленин? Нет. Это памятник архитектуры. Он стоит на балансе в городе. Это собственность. А она имеет еще материальную цену. А как в это время учитывать мнение населения города? Насчет того, что нужно эту памятник убирать, не нужно убирать. Дискуссия есть во всех. Мы же не убираем, можно сказать. Это не связано с тем, что это именно памятник Ленина, и вот да, сейчас полгода снимают. Нет. Почему сейчас снимают? Не хватило мощных операций. А как эта операция продумывала, что там все какие-то демонтажи? И, знаете, проблема в том, что этот памятник нужно оценить, потому что он делился очень давно. И, к сожалению, они были одновременны. Тогда можно демонтировать или демонтировать, снимать постаменты, чтобы потом реконструировать, если нет этих документов? Нам не реконструировать и памятник. Поэтому мы же хотели перестраховаться и взять второй кран до подстройки. Второй кран сейчас находится в Европе. Что будет дальше делать сейчас? Пока технику не восстановим, дальше о чем-то говорить. Что будет, если люди будут выступать против? Как вы будете выступать меньше? Чем разговаривать с вами? До сих пор? Чем разговаривать с вами? Вы спрашиваете, что политическое? Понятное дело, что это непростой вопрос в непростое время. Конечно. Надо разговаривать с этим. Как вы это учитываете? До сих пор? Что учитываете? Потому что можно будет испорминать краном? 100%. Поэтому я же вам объясняю, что не идет речь, что конкретно того, чтобы просто его взять, свалить и убрать. Мы должны восстановить прежде всего основу. Вы видите, что идет смешение хлеба. Он не сегодня-завтра случайно может... Нам тоже кажется, что если его просто взять кранами, без какого-то схемы, он может взять и просто упасть. Так зачем до этого допускать? Зачем сейчас это будет? Что вы это сделаете? Подожди. Мы опять по кругу ходим. Вы почему-то... Я не понимаю, как была архитекторами сделана продуманная эта операция? Я не архитектор. Я не строитель. Я вижу документы, акты, письма, заключения. На основании которых принимается решение. Где у нас краны? У нас коммунальная собственность. Таких сильных кранов их нет. У которых тяжеловес. Я вам объясняю. На меня работают специалисты. Которые мне сказали, что это будет нормально. Когда приехал крановщик... Когда крановщик... Но они работают не здесь же на площади. Но они на своих службах работают. Поставлена задача. До понедельника они разработают план. Это называется просто скударь опять. Пальцы, палки в колеса. Вставляет. Я же вам объясняю. Ну, думали, что... Ему мало, что на него уголовное дело завели. Ему надо, чтобы люди на завод пошли. Не, так если же сказали, что приедет, что он резко стал на ремонтной работе. Он не резко. Он был на ремонтных работах. Мы думали, что хватит одного крана. Говорили здесь, что приедет второй кран. Ждали его, что отремонтируют. Не сделали. Как этим террористам извините меня здесь. Я ничего террористам не давал и не делал. Так скударь так, извините меня, старался. Сопережением рафика. У меня нет информации, что он чинил технику. Я был все это время здесь. Не я, скударь. Да как у них тут весь город знает об этом. Все ходили, все НКМЗ. Квастался ходить. То есть охрана НКМЗ, извините меня. Это такое кубло, блин, урода. То есть демонтажа сегодня не будет? Не будет. И причина? А если там треснутая плита, вдруг это... Я понимаю. Но я уговорю. Украина! 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 Макалям смерть! То есть вы хотите сказать, что работы не состоялись только потому, что не согласованность работой микроскоправа? Да. Украина! 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 Скажите, когда это будет? Я не могу ответить. Если бы это зависела техника, это была бы моя техника. Я бы вам ответил. Знаете, если вы не хотите это все, давайте мы договоримся со Славянском. И сейчас со Славянска приедет техника, извините меня, и уберется со чертовой матери. Только единственное, что он развалится, и мы не будем отвечать. Нет, я не беспокоюсь абсолютно, я вот ему говорю, потому что вот он беспокоился. Забирайте себе на кладбище. Будет памятник Советскому Союзу. Вот пусть он стоит у вас на кладбище. Потому что он вам дорог, а нам он 300 лет. Потому что Советский Союз там, на кладбище. Вот ему и туда дорога. Вы со Славянска? Нет, я не со Славянска. Сейчас через социальные сети выйдем, там убрали Славянска. Там есть такой тяжелый кран? Они же убрали своего. Они убрали своего Слава Ленина? Нет, уже давно. Сегодня убрали? Нет, по-моему неделю назад. Славянска не убрали. Славянска стоит. Славянска не убрали. Славянска стоит. Какой кран сюда надо и где его взять? Так вы же даже не попробовали. Кем вы работаете? Это дешевый парт, самый дешевый. Дешевый спектакль. Это называется типа и на месте остаться, блин, среди деньгах, три бабле. И Скударю понравится. Потому что Скударь будет бабло вкатывать на выборы. Потому что парень у нас партия регионов. Мне надо технически разобраться в дальнейшем. А до этого вы не разбирались? Так, от фонаря. Да, дурачка включить. Да подождите. Почему вы до сих пор, вы начали сегодня организацию, вы не разобравшись, туда подогнали Киеву? Такое бывает. Стоять. Стоять. Ну, значит, вы берете слово, даете слово, что вы даете это? Что мы вернемся к этому вопросу. Когда? Ну, когда? Ну, сегодня я уже не... Второго крана сегодня не будет. Когда? Звоните, у вас телефон есть. Звоните, узнавайте. Когда будет? Сейчас звоните. Я понимаю, что вы знаете, что это. Доверие пропало. А я знаю, что я делаю. На это же место возвращаюсь. Попереможен. Давайте, вот, давайте мне достаточно, хотя бы его снижать. Вот давайте мне хотя бы подумать, как это сделать. Так а зачем вы сегодня устроили все это? Кран подогнал? Я вот это все не устроил. А кран кто прогнал? Он, он или я? Ну, вы же давали гарантию о том, что приедет кран, что это будет все. Ну, это было. Давайте скажем. Ну, подождите, подыхал кран. Забирайте к себе на кладбище. Почему это к себе на кладбище? Что мы такое говорим? Потому что Советский Союз валяется на кладбище. Здор! 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 Я не могу не разбирать! Мы разберем! С 했습니다. Вы знаете, это город Сколдком собирается делать работу. Я хочу выяснить, когда он продолжит эту работу. Я понимал, я обучил ее разговаривать. Может быть, дома разберемся? Да нет. Как это? Ну как это? Молча! Ну что идите с ним? Забирай на кладбище! Так звоните людям, узнавайте просто, когда будет этот храм здоровья. Почему вы решаете, как я это решаю? Это не город. Что не город? А у вас вы такая? Стой и молчите! Вы ходили на референты? Выходили на референты? Вы обязаны, как разинулась идея. Свою Россию. Чемодан вокзала России. Чемодан вокзала России. Вы спросили меня, я ответил. Вы спросили меня, я ответил. Сто процентов ходила, гляньте на него. Это ваши додумки. Понятно? Да. Проверьте, поднимите. Коммунитив на Геляку. Это точно. Вот тут 4. А вот тут 4. А вот здесь. А вот здесь. Ну что это? Что это? Платочек ему вяжет. Да, платочек ему вяжет. О, да. Да. Субтитры делал DimaTorzok 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 ДимаTorzok 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 Костюм. 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 Мы в армию забрали. Уграй.